Чистого-чистого меда, где его сейчас найдешь? Очень трудно. Но если по телевидению, об этом говорят открыто. А вы надеетесь найти почище мед? Какой вам нравится? Надеемся. Это будет очень трудно. На дикоросах которые. А дальше от полей? Подальше, ага. В горы, в горы. О массовой гибели пчел в стране в этом году слышали все, от мала до велика. Но за медом в день открытия ярмарки на площади Сахарова-Барнаульцы все равно пришли. Только выбирают лакомства с большой осторожностью. Допустим, беру всегда горные, таежные. Это, соответственно, на дикоросах, которые никто ничем не обрабатывал. При этом у всех свой рецепт для определения хорошего меда. Ну, чтобы во рту был горчил, вот послевкусие, когда его попробуешь, и чтобы першение было. Я думаю, так. Вот подцепляем небольшое количество меда. Видно, что мед бежит струечкой тонкой и складывается вот в такую горку. Это свидетельствует о том, что влажность у меда хорошая, мед зрелый. А вот Юрий, например, методом, который советуют пчеловоды, не верит. Он уже не первый год приезжает из Москвы именно за алтайским медом. Пасечник. Свой пасечник. Все. Больше никаких. Всех эти струйки, все это, карандашик химический. Ничего не дают. Это специалисты объясняли. Ярмарка меда зашла на площадь Сахарова еще не в полную ногу. Из 40 положенных здесь палаток всего 20. Связано это с тем, что в этом году очень много пчел погибло. И пасечники говорят, что их коллегам просто нечего продавать. У меня одна улица, представляете, вот 4 пчеловоды живут, которых коснулось. Настепистицу дают только на моей улице в деревне. Они качали, допустим, там 200 семей, потом убрали дягиль. А нынче взяли 160 килограмм. Там не то, что в 5 раз, почти в 10 раз меньше урожайность. Ну, судится, то есть деньги-то понятно, выбивает. Это же хлеб пчеловода. В Краевом Минсельхозе рассказали, что сейчас для пострадавших пчеловодов придумывают меры поддержки. Вероятнее всего, нашим пасечникам заплатят за каждую погибшую пчелосемью, как в Курской и Липецкой областях. Деньги вернут только за зарегистрированные пчелосемьи, а по официальным данным их погибло более 4 тысяч. Геноцид пчел коснулся 11 районов Алтайского края. Убытки понесли владельцы 85 пасек. Пчеловоды же уверены, что ущерб гораздо значительнее. Первый мед, так называемый дягиль, именно поэтому стоит дороже, чем обычно. Зад-перед переезжаем. Я вот лишь 5 раз уже переехал. С одного места на другое переезжаю. Чтобы от травы? Да, чтобы убежать от травы. Это затраты. На затраты, значит, на мед уже себестоимость другого меда будет. Маленько подороже будет. Ну, нынче меда поменьше набрали. Это тоже свой результат. Пасечников, чьи пчелы пострадали из-за обработки рапса пестицидами на медовой ярмарке, мы не нашли. Хотя их коллеги утверждают, что мед даже не пришлось уничтожать. Многие пчелы погибли, так и не долетев до улья. Но перед тем, как встать за прилавок, на ярмарке все прошли обязательную проверку. Естественно, зараженного меда нет, потому что каждый участник этой ярмарки, весь мед проходит исследование. Нам выдаются сертификаты, ветеринарное свидетельство в форме номер 2, протокол испытаний. Если мы сдаем и на пестициды, и на соли тяжелых металлов, и на тетрициклиновую группу, то есть если бы какой-то показатель присутствовал в меду, это вплоть до изъятия партии. А значит, мы можем посоветовать универсальный рецепт для выбора качественного меда. У каждого пасечника обязательно должны быть два документа, ветеринарное свидетельство и сертификаты об исследованиях продуктов. Мед с ложкой диоктии, обещают, не пройдет. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. День с толком.